Во имя Отца и Сын Испытого Духа. Люди приходят молиться в храм. И стоит вопрос, а о чем молиться? То, что нам читается здесь. Ученики ходили со Христом, а потом и говорят, это правоверные евреи. Господи, научи нас молиться, как Иоанн своих учеников. Спрашивается, а как же они жили до этого? Тысячу шестьсот лет. Мы должны войти именно в эту обстановку их. И они увидели то, что они говорили перед этим, оно не сходится с тем, что Господь говорит. Священное Писание свидетельствует, пришел к своим, не к филистимлянам, не к иусеям, к евреям. И свои не приняли его. А он говорит, я послан погибшим овцам Израиля. Вот одна овца падет, ее надо зарыть. А это все государство. Это называется скотомогильник. Какая была обстановка? А почему они его не приняли? Я задавал этот вопрос семинаристам, преподавателям. Разный ответ. Ответ один. Учителя нарисовали его образ не таким, каким он должен быть. Как он приедет на белом коне, на белом, как победитель. Он свергнет ненавистный римский гнет. А оказалось, что он признает эту власть. Кесарева, Кесарева. Апостол Павел про это потом и дальше повторит. 13 главе послания к римлянам. Оказывается, царствие он здесь не устанавливает. Ученики до конца спрашивают, сие ли время ты устанавливаешь? Царство Израиля. Нам нужна свобода. Там демократия. Разные Майданы устраивают. Это все было, проходило, уже повторялось. А Господь говорит, царство мое не от мира сего. Я от вышних, а не от нижних. Ваше время и власть тьмы. А люди восхваляли власть тьма. И поэтому о чем молиться? Не знали о чем. О гибели врагов в первую очередь. А Амзатаут говорит, это самая неугодная молитва. Если ты молишься о погибели врагов, тебе кто-то не угоден, накажи его. За это ты уже отвечать должен обязательно. Вы не знаете, какого вы духа. О чем должно молиться? Об обращении душ. Обратитесь, познайтесь. И просветит разум ваш. О том, что он будет изъязвлен. И почти всякого преступника поносимый. И к преступникам написано причтен. Об этом не говорили. Это кто-то другой. А за кого вы меня посчитаете? Ученики ходят с ним. Видят чудо. Хлебы преломляют, кормят. А за кого вы меня посчитаете? Не за Господа. И только Петр, не зная, что их сказал. Не зная, Дух Святой положил на сердце. Ты, Христос, Сын Бога Живого. За одного из пророков. И уже воскресший Христос, явившись, упрекает учеников за неверие. Да как же ходили три с половиной года. Видели чудеса. Видели, как язычники обращаются и восхваляются. В Израиле не нашел я такой веры, говорит Господь. Это сказать даже страшно. А это состояние сегодняшнее. О чем должно молиться? Конечно, благо желать ближним, которые делают мне добро. Ну и как-то услышать, что врагам плохо. Хотя бы краем уха и тоже приятно слышать. Вот у него не ладится. Но это светочки только. Там что еще впереди его ждет? И Господь научил учеников молиться. Отче наш. Это первое. Это молитва, молитва называется. Всем молитвам главизна. Сущий на небесах. И чтобы имя восхвалилось. Как? Потребуется время разъяснить. Делами нашими. Оно или поносится, или просвещается. Досветится имя Твое, да придет царствие Твое. А куда? Царство Божие не пища питье, но радость, мир, праведность. Все во Святом Духе. И пришел Господь для чего? Первое послание Иоанна 3,8 говорит, чтобы разрушить дела дьявола. Я вот сегодня только получил свидетельство. К нам желала приехать женщина, звать Екатерина. Но дела так сложились, что не может выехать никак. Работы загрузили. Она обращается к отцу Кириллу Сахарову. Я им дал направление, где принять крещение. И тот поступает так, как должно. Вы сначала на местах там разберитесь. У вас есть или нет люди, верующие, священники-то, которые будут крестить, не лбы мочить. Крещение переводится погружение. Если нет погружения, нет и крещения. И она этим занялась. Но так как она уже с нами зналась, получила материалы, она пришла к священнику. Он сразу ей показал полторы тысячи. И дальше делает накрутки за все. Сорока уст. Зачем тут сорока уст? За крестик и за гайтан, за ниточку. И добавляет. Ну уж если так настаиваете, полно погружение, то платить 300 рублей за воду. А если воды нету, то есть за воду не платите, то только ладошкой помочим. Явное дело, чтобы киратцы захватили корабль. Это официально. И она говорит к нашему архиепископу, митрополиту. Называет его, все. Попасть нельзя. А я молюсь за 9 митрополитов, говорю, все время за него. Нельзя попасть. Но сказали, когда к нему подходит, к кресту, можно что-то сказать. Даже вообразить это невозможно. Это отец родной. К отцу можно подойти только тогда, когда он ест. Ну не вместе обедать, а сказать. И она говорит, владыка, вот как бы крестить, ты что выдумываешь? Он ее сразу обрезал. У нас такой праздник сегодня. Мощи Матроны привезли, Матрону кромсают по всем статьям. Думала ли старушка слепая, что будет с ней? Но он посетовал, народу много к мощам пришло, о мощах сказал. А о Слове Божьем, говорит, несколько слов всего сказал. А сейчас мощи увезут, опять никого нет. У нас мощей много. Но ажиотажа, говорит, такого нету. Это он ей говорит. Так о чем надо молиться? Молиться надо о том, чтобы выслал делателей нажатого. Делателей, которые не портили бы виноградник Божий. И чтобы Господь таким людям открыл все-таки возможность принять святое крещение, принять усыновление. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Дух святой ходатайствует за нас воздыханиями и изреченными. Бофия Ау Боочи. И приводится пример из Патерика. Был каменотес. Камни тесать, надгробные делать. Но очень хорошие. Многих привечал, многих кормил. Завател Евлогий. И присвитер Даниил, видя его добродетель, и думает. Вот Господи, если бы он была богатой, сколько бы он накормил? И давай молиться об этом. И Господь ему сказал, не молись, он может испортиться. Он пришел домой, размыслил и со слезами начал лопеть. Господи, я его давно знаю. Ты решаешься за него? Конечно, ручаюсь. Это одна добродетель только. И он на следующий день, когда в Криналомне был, обнаружил золото. Золото дало путь наверх. Избрали депутатом, сенатором. Заплатил деньги. Возвысился до оператора. Но к нему уже попасть никто не мог. И этот Даниил, старец, священник, пришел и просится. Мне нужно сказать. Он говорит, нахальный старик какой, бейте его. И его благодетелям побили палкой. Он вернулся домой, заплакал, Господи. Да как же так? Ему Бог показал. Твое обещание. Ты ручался за него? Ты молился? Отвечай за свою молитву. И у ангела начали бить. Но вот Божья Матерь наступилась. Продли его жизнь. И он тогда пришел, говорит, Господи, Ты знаешь, сделай как должно. И в это время умирает царь. Приходит другой. И всех, кто к тому был приближенный, всех меняет. Он попал в опалу. И опять вернулся в каменоломню. И опять камень тешит, тешит. И опять же приходят бедные, опять насыщаются. Мы не знаем, о чем молиться. Мы получили печальное измещение. Вы знаете, Настин робот. Позвонили. Рак желудка. Ее дети у нас в лагере. О чем молиться? Конечно, наша сестра, в первую очередь, об исцелении. Секрета, говорит, никакого нет. Мне позвонил наш врач, Виктор Андреевич, чтобы все молились. Ей сказали, а она спокойно это восприняла, чтобы дети не остались сиротами при таком отце. Они его и не видят. И он света не видит. О чем молиться? Знать надо нужды церкви, нужды своей души, чтобы люди познали Бога. Да придет царствие Твое, царствие души, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. А это так непросто. Арсений Великий говорил, на земле тысячи людей и тысячи воли. На небе тысячи ангелов и одна воля. А на небе не будет разделения между ангелами и людьми. Мы даже сегодня уже мыслить этими категориями. Господи, да будет воля Твоя. Мне очень часто звонят, пишут, помолитесь. То о здравии, то в беду попали, то... Я не знаю, как молиться, я только об одном твержу. Да будет воля Твоя. Помоги эту волю встретить лобзая ее. Какая бы она ни была. Мы должны довериться Богу. Для этого мы пришли в храм, чтобы соединить молитву с молитвами ангелов. Другой думает, а я и дома помолюсь. И он зато сурово осуждает за эти мысли. Дома нет этого. То, что вы слышите. Как через священника мы соединяемся с великим таинством. И мы должны положить себя на сердце. Ничего не измысливать, кроме того, что церковь уже нам дала. Но учи нас, Господи, молиться. Да приидет Царствие Твое. Мы ждем Его. Мы знаем, что перед Его пришествием 35-го года будет Антихриста. И фактически мы как бы приближаем время Антихриста. Моля пришествия Господа. Приди и вселись овны и очистены от всяких скверны. И спаси, Блажие, души наши. Аминь. Спасибо, Боже, люди Твои, благослови достояние Твое.